Стойбищенский музей Стойбищенский музей И кому интересно, вот окунуться во все годы, со всех лет мы тут собрали материал. Есть книги, фотоальбомы, есть подарки, которые нам гости с разных мест привозили. Установили здесь и памятный знак с указателями, на которых отмечены все города и страны, откуда на стойбище приезжали гости. Сейчас, к примеру, на смене гостит парижанка Эстель Парменькия, которая изучает в Югре хантыйскую и мансийскую музыку. Она стала участницей хантыйско-французского оркестра, который сформировали воспитанники и выпускники стойбища специально к юбилею. Хозяева преподнесли гостям очередной творческий подарок, но и гости приехали на праздник не с пустыми руками. Глава района вручил директору стойбища Елене Федотовой сертификат на видеокамеру и планшет. Гаджеты, которые обязательно пригодятся на сменах, ведь стойбище занимается в том числе съемками мультфильмов и кино. Лагерь всегда в тренде. По крайней мере, этот год, вы знаете, президент объявил годом театра. А у вас, я понял, одна из смен посвящена году кино и театра. Ну, по крайней мере, вы, наверное, предполагали, что президент год театром объявит. Наверное, согласитесь, что, учитывая то, что ООН объявил 19-й год годом языков коренных жителей, у вас тоже есть здесь языковая смена. То есть вы в тренде, как никто. Я всех вас поздравляю с таким праздником, юбилеем. Желаю действительно, чтобы вы были счастливы, здоровы. Тагатьёш, таганкур, буреола. Алсу Назырова тепло поздравила идейного вдохновителя и первого руководителя проекта Ольгу Кравченко. На ее глазах росли в профессиональном плане нынешние педагоги, росли ребята. Тогда, на первой смене 20 лет назад, первые выпускники были еще совсем малышами. Тогда нам очень тоже благоволила погода. Прекраснейшая была погода. Ягоды поспели. То есть мы могли спокойно постелить три шкуры, на них заниматься шитьем или сбегать в лес, пособирать ягод. Это, конечно, было самое приятное воспоминание, наверное, именно с этой смены. Хотя было очень много потом других смен, очень насыщенных, более содержательных и так далее. Но это она навсегда останется в памяти. Ольга Александровна пригласила гостей завязать ленты с пожеланиями на березе, родовом проектном древе «Нубсан-Йох». Глава района пожелал проекту долголетия. Я хочу, чтобы я на 50 лет приехал снова сюда. Гостям показали мультфильмы и небольшие видеоролики, которые ребята снимали на киносмене в этом и прошлом году. А когда настало время прощаться, снова зазвучала песня. До свидания! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Лена Килипова, Юрий Орлов, Курин Новостей, Нерсогор, Белоярский.